Евразийская экономическая комиссия поддерживает предварительную договоренность президента в Беларуси и России о лишении Россельхознадзора единоличного права принимать решения о поставках белорусской продукции на российский рынок. Наднациональный орган готов стать арбитром в решении проблем с поставками продукции на всем пространстве ЕС. Эта тема, среди многих других, обсуждалась на Белорусско-Российской конференции, посвященной 20-летию подписания договора о создании союзного государства. Один из его главных принципов равны права производителей, что должно исключать само понятие торговых войн. ЕАЭК предлагает расширить действия перспективного предложения на весь Евразийский экономический союз, так как с подобными проблемами сталкиваются и Казахстан, и Кыргызстан. Пока не будет центрального арбитра над нами, над всеми, который сможет отмотать назад принятые решения или дать правовой оценке, правильно оно было или неправильно, мы будем где-то немножечко допускать какие-то некие ошибки. Поэтому очень здравая мысль, очень хорошее решение. И данный орган, наверное, должен быть создан. Может быть, не по всем направлениям, но хотя бы в сфере контроля пищевой продукции. И он, конечно же, должен включать в себя и ветеринарную службу, и санитарную службу, и техрегулирование, чтобы закрывать все сразу аспекты. Напомню, на встрече в Сочи президенты поручили профильным ведомствам прекратить запреты белорусской продукции в одностороннем порядке. Есть предложение выносить спорные вопросы на рассмотрение, к примеру, общей коллегии Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России или специального органа ЕАЭК. Россельхознадзор уже снял запрет на поставки наливного молока с 32 белорусских заводов. Сейчас решается вопрос о поставках в Россию сливок из сухого молока. Субтитры создавал DimaTorzok